Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Какой бы теплой и комфортной ни была зима, все равно в начале весны душа требует праздника, а гардероб обновления. Дизайнеры стильных решений предложили в начале сезона устроить не больше не меньше праздник роскоши и красоты. Концепции нарядов уже готовы. В завершении зимы обычно ожидаешь положительных эмоций, вдохновения и ярких красок. Воплотить все это в трех великолепных нарядах для особых случаев взялись дизайнеры стильных решений. А хроматичные черные и белые сочетания всегда эффектные. Широкая тесьма с крупными цветами логично вершит идею этого платья в стиле Dior. Искусно выложенная по корсетному лифу она рисует тонкий силуэт. Воздушность и форму асимметричному крою юбки придает сочетание нежной органзы клаке черного цвета и белой сетки с бархатным горошком. В менее контрастной палитре идея этого наряда меняется на нежную и хрупкую. Роскошное и с характером так можно описать платье в викторианском стиле, построенное на сочетании цветов и фактур. Драматичности присущей эпохи добавляет черное хлопковое кружево с бархатной красной лентой на плечах, шее и запястьях. Основу наряда атлас пудрового оттенка покрывает сетка, вышитая ледяным голубым и коралловым орнаментом. Ее же в свою очередь дополняет еще один слой сетки с бархатным горошком. Привычный белый в целомудренном воротнике и оборках кружева шантильи заменяет все тот же оттенок голубого. Викторианскую модель можно повторить в других нетрадиционных для этого стиля цветах. Дизайнеры предлагают королевский синий, разбеленный лиловый или золото. Решение третье. Платье из шелкового атласа кораллового цвета с асимметричным лифом, декорированным винтажной вышивкой из стразов пайеток и шелковых роз. Каскад складок, обрамляющих тонкую талию, напоминает раскрывшийся бутон розы. Роскошно расшитая шелком сетка юбки не спадает пластичными фаудами. Подобный лук для тех, кто предпочитает самому громкому событию сдержанность и элегантность. Их, в свою очередь, олицетворяют ткани-компаньоны и деликатные декоры. Если праздника нет в календаре, значит его нужно придумать. Но для начала предлагаю обзавестись исключительной красоты нарядом. Тогда и особый случай не заставит себя ждать. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Вот уже больше 10 лет в нашей стране череду любимых праздников в конце зимы и начало весны дополняют еще один. 1 марта – Всероссийский день кота. И если одни в этот день стараются порадовать своего питомца, другие проявляют заботу о кошках без дома и без хозяев. В их числе – сотрудники музея изобразительных искусств. Мы знакомим котов с потенциальными хозяевами. Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы отсюда они уехали сразу в свой дом. Сегодня у нас в гостях ребятишки из 37-го лицея. И одна девочка у нас прям загорелась. Буду разговаривать с мамой, с папой. Хочу забрать кошку. Эту акцию к всемирному дюката 1 марта мы проводим второй год. И в прошлом году она у нас очень удачно получилась. Мы говорили о том, почему кошки, каким образом кошки попадают в приют. Попадают они, как ни странно, по вине человека. Потому что люди не задумываются о гуманной регуляции численности домашних животных. Для нас очень важно рассказать о том, что не нужно бояться этих страшных слов. Возможно, кому-то они кажутся страшными, стерилизация или кастрация. На данный момент это единственный способ регулировать численность домашних животных, чтобы их не выбрасывали, чтобы от них не избавлялись. Помимо знакомства с питомцами приюта Каштанка, посетители музея узнали немного больше о значении котов в искусстве. А также попробовали себя в роли мастеров оригамия. Кошка – это один, может быть, не центральный, конечно, но занимающий большое место в творчестве художников. Это жанр анималистики, которым художники очень многие увлекаются и пишут кошек. И даже те художники, великие художники, которые как бы не имеют отношения к анималистике, Леонардо да Винчи, допустим, Пабло Пикассо, тот же Ренуар. В общем-то, они уделяли большое внимание, любили кошек и много их писали. Это еще интересно с той позиции рассматривать, что нарисовать животное достаточно сложно. Если вы пишете портрет человека, то все-таки он вам позирует. Да, такое определенное время, сколько хочется художнику, пока это не получится. Никакое животное, кошку включая, вам позировать не может. Поэтому художник должен не только как бы внешность хорошо знать животного, которое он изображает, но и, конечно, его повадки. Конечно, тем более общаясь с человеком, живя бок о бок так, мы что-то берем от животных, конечно, а животные берут от нас. Я думаю, что это такой вот взаимосвязанный процесс. Главное, что когда мы берем животное, ну, надо помнить о том, как сказал Сент-Экзюбери, что мы в ответе за тех, кого приручаем. Вот это сейчас самое главное. Мне понравилось, как нам рассказывают о кошечках. А еще нам там рассказывали, как там один хозяин, к нему кошечка пришла и легла на рукав, а ему надо было встать, и он не хотел тревожить кошечку, и он повелел, чтобы мы отрезали его, ну, там, на рукав. Я узнала, что кошки были очень популярны в Египте. Сама я очень люблю кошек. Они милые, славные и хорошие. Но некоторые кошки бывают злые, и кошки очень хорошо рисуют, и даже лошадки рисуют. А что они нам показывают? Какие-то эти, ну, линии, больше всего линии рисуют. Такие, как маленькие дети. Экологические акции, а также забота о брошенных животных всем этим сотрудники музея занимаются круглый год. А дополнительным поводом привлечь к гуманной теме всеобщее внимание может стать этот неофициальный пушистый праздник. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют фестиваль «Платье города» в новом формате. Мода с оркестром. Впервые в истории показы коллекции будут проходить под музыку оркестра «Классика» под руководством Адика Абдурахманова. 22 марта. Изумрудный зал отеля «Малахит». Билеты в кассах города. Подробности на сайте светлана74.ру Снизить вес до желаемых результатов от 12 до 15 килограмм в месяц. Быстро, легко, комфортно. Город Челябинск, Комсомольский проспект 42Б. Телефон 725-96-17. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Несмотря на то, что слово «фотограф» мужского рода, девушек и женщин, которые успешны в этой профессии, немало. А поскольку 8 марта у нас повышенное внимание ко всему, что связано с женщинами, в галерее «Открытый город» представили выставку 12 красивых и талантливых авторов. Подробности прямо сейчас. В наш век фотокамер в мобильных телефонах – количество людей, которые любят снимать на фотоаппарат, не только уменьшается, но даже возрастает. Свои художественные замыслы фотографы-профессионалы и любители реализуют в самых разных жанрах. Эта выставка представляет работы 12 женщин-фотографов, которые живут и творят в нашем городе. У нас ежегодно проходят фотофестивали на базе нашего государственного исторического музея Южного Урала. То есть и вот на этом фотофесте постоянно на нашем мероприятии среди авторов, участников, половина, можно сказать, ну может чуть-чуть меньше, это женщины-фотографы. Но поскольку фестиваль проходит менее чем месяц, музей и площадка все-таки, так сказать, в музей не все ходят целенаправленно, мы решили из галереи выйти на нашу пешеходную зону Кировка, где очень много дороги гуляют, и где, в принципе, фотография-то будет востребована, то есть ее будут увидеть. Выбрали мои лучшие работы. Это вот «Дикая природа» Астрахани. Я даже не знала, какие выбрали, вот только сейчас увидела. Многие, я думаю, хотели бы поучаствовать в выставке на Кировке, но не все сюда попадают со своими сынами. Поэтому участвовать в этой выставке именно для меня третий раз – это большая честь. Моя фотография скорее – это не репортажная съемка, а я делаю натюрморту. И натюрморту для меня – это возможность выразить свои эмоции. Понять, что в голове у женщины, мужчины пытаются не одно тысячелетие. В этом смысле фотография, безусловно, раскрывает внутренний мир автора и позволяет узнать чуть больше того, что на поверхности. Я знаю, что женщину, наверное, лучше и тоньше все-таки поймет женщина. Я очень хочу себя позиционировать как все-таки портретный фотограф, портретист именно женский. Раскрыть женскую натуру, женскую красоту – для меня это очень важно. Очень ценно и очень такая благодатная для меня почва. Все фотографии были сделаны, можно сказать, случайно. Одна из фотографий сквозь лабиринт была сделана в процессе фэшн-съемки. Получилась художественная фотография. Одна из фотографий была сделана просто в гримерке при подготовке к концерту. На фоне обычно покрашенной стены тоже совершенно случайно. Ну вот в основном такие снимки, которые не ожидаешься сделать, попадают на выставки. 12 авторов, 40 работ. Так выставка «Женские штучки» выглядит в цифрах. Но если говорить об эмоциональной составляющей, то мыслей, образов и ассоциаций окажется в сотни раз больше. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Гламур нулевых, когда в стразах было буквально все, эстетствующие модники вспоминают как страшный, хоть и сверкающий сон. Сегодня блеск кристаллов снова в моде. Только вопрос уже не в количестве, а в качестве. Кристаллы с вышивкой и перьями можно подавать не только в вечерних вариантах. В умеренных дозировках они могут стать элементами стиля смарт-кэжел. Бисер, пайетки и кристаллы активно участвуют в анималистической теме. А выложенные из них насекомые популярны и в качестве брошей, и в форме аппликаций. Ключевое слово в выборе стразированных предметов одежды – это умеренность. Впрочем, есть в нашей жизни люди, которые искусственный блеск не признают категорически, и те, кого не остановить. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Раньше это называли рукоделие. Сейчас все чаще можно услышать западное хендмейд. Но как бы ни именовали это явление, его связь с творчеством остается неизменной. Ведь мастер вкладывает в дело всю свою любовь, благодаря чему предметы становятся одушевленными. Ирина Кравцова всю жизнь увлекалась рукоделием. В какой-то момент ее увлечение стало профессией. В нашем городе, как, впрочем, и за его пределами, Ирину знают как автора предметов домашнего текстиля, а также мастера коллекционных кукол ручной работы. Начиналось все с детства, когда родители работали. А мы все искали себя и бегали по разным кружкам. И были курсы кройки, шитья, ну такие детские. После школы было желание поступить в институт легкой промышленности. Но их было всего два. В Москве и в Омске. Мама решила, что меня нельзя никуда отпускать. При факультете в механико-технологическом был заочный институт легкой промышленности московской. Но это только технолог. Мне это все не понравилось. В один прекрасный момент я зашла в магазин швейный и увидела, ну это было давно, наверное, лет 7 назад, и увидела какую-то такую маленькую выставку, презентацию женщины с куклами Тильды. И все это было так мило, душевно, по-домашнему и примитивно. Я решила, что я тоже так смогу, и я хочу это домой. Постепенно-постепенно я увлеклась куклами. Куклы, наверное, это были самые первые текстильные куклы в разных вариациях. В очередной раз, заходя в этот швейный магазин за тканями, я увидела вот эту вот швейную машинку. И я стояла такая завороженная, что я не могла оторваться. Все было решено, что я очень хочу этим заниматься. Все это нравится. Нет, куклами я не перестала заниматься, они идут параллельно, но в гораздо меньшем, наверное, таком объеме. Девушка с короной на голове, она не придет специально в магазин и не купит этот набор. А если, например, какой-то вот этот вот женский клуб, то когда вот собираются, и ты волей-неволей все равно вовлекаешься, да это даже какой-то соревновательный момент, что ты увидишь, кто-то делает, получается, почему я не могу. Ну, а потом мне было даже приятно именно эмоции людей. Индивидуальные дизайны, как они делаются? Человек хочет какую-то, ну, какую-то определенную тему, какую-то определенную картинку. Это не так, что многие думают, ты взял эту картинку, загрузил в компьютер, и она тебе выдала, и вышивай. Дизайнер, он дорабатывает, чтобы это было качественно, как с изнанки, так и снаружи. Вот дизайна я не создаю. Создает специальный человек. Она сама из Донецка, и тоже уже понимаем, ну, с полуслова друг друга. Я увидела какую-то картинку, я и загорелась. Все, я не могу, я спать не буду. Я тут же звоню Эмме, скидываю я этот дизайн, говорю, Эмма, пожалуйста. Я даже не знаю еще, куда его применить, но он мне понравился. Она мне его сделала, я отшила, убрала, и дальше продолжаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот пока вышивка, она занимает вообще, ну, все мое пространство. Мне это очень нравится, и, ну, это не хобби, ну, это что-то большее. Я не хотела бы вовлекаться в производство, что увеличивать какие-то объемы, но это не мое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вообще приятно этим заниматься, это не только ради какой-то прибыли и денег. Это просто приятно. Я захожу в кабинет с утра, часов с 10, если я в 11, если у меня большой заказ, я в 11 вечера выключаю свет, обязательно подхожу и глажу машинку, что? Ласточка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите нас по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова